В Якутске сегодня ночью в результате пожара в частной гостинице погибли два человека. Известно, что в гостинице проживали пассажиры задержанных рейсов авиакомпании и полярной авиалинии, которые уже в течение 10 дней не могут вылететь в Сакрыр. Подробности трагедии в репортаже Туяры Филипповой. Хотя и в частной гостинице, где ночью разобивалась трагедия, дверь нам не открыли. Не ответили они и на расспросы главы промышленного округа, на чьей территории находится гостиница. Девушка! Не, не, минуточку. Да бог с вами, не открывайте. Вы бы сами подъехали, что у вас проблема-то? Нет, нет, нет. А кроме вас-то есть еще с кем говорить? Мужчина, пожалуйста, идите, не садите мне печень, не пропшите. Пассажиры рейса Сакрыр вот уже 10-й день из-за неблагоприятных погодных условий не могут вылететь домой. У многих уже закончились деньги, да и нервы на пределе. Задержка по погодным условиям. Нас остановили в гостинице семейного типа, частная гостиница. Ну где-то, может, с какой день? 10-й день, да? Ага, 10-й день. У Марины Старостиной в пожаре погиб брат. Они в Сараватске, Андрей Константинович, это брат мой, первый спортсмен района. Постоянно занимался национальными видами прыжков с детства, со школы. Не пьет, не курит. Второго парня тоже родственник, зовут Суцов Семен Семенович. Да, тоже вообще не пьющий. Парни молодые совсем, оба семейные, имеют по два ребенка. Где будут размещены более 20 человек, которые находились в гостинице Анюта, неизвестно. Возвращаться туда они отказываются, опасаются свою безопасность. Пожарной лестницы нету там, нету сигнализации пожарной. Во всех зданиях, во всех номерах отсутствует пожарная сигнализация. Представители авиакомпании от официальных комментариев воздерживаются. Но вот что они отвечают в аудиозаписи, сделанной пассажирами. Мы эти гостиницы не смотрим вообще. Потому что в федеральных авиационных правилах написано. Мы вообще вам как бы должны предоставлять, нету там 5 звезд, 3 звезды, понимаете. Мы минимальные условия, вы меня послушайте, я договорю, минимальные условия должны предоставлять. Мы их вам предоставили. То, что там произошло, деревянное покрытие есть в любой, и в каменной гостинице, такое могло произойти везде. То, что она не соответствует, вы можете написать сейчас письмо, что эта гостиница не соответствовала. Написали. Да, все, вот это вот так. Теперь по факту, от меня, я авиакомпания, я вас просто перевожу. Больше я ничего не делаю, понимаете. Обстоятельства и причины пожара сейчас предстоит выяснить следственным органам. После тушения пожара в частной гостинице «Анюта», расположенной на улице Некрасова в городе Якутске, обнаружены тела двух мужчин. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. Следователям Следственного комитета произведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Сегодня вылет 215-го рейса в Сак-Крыр вновь перенесен на завтра. Туяра Филипова, Михаил Неустроев, НВК Саха, Якутск.